Доброе утро, девочки мои! Продолжаем нашу эпопею с деревьями. День четвертый уже. Снимаю вторую часть. Вчера они обрезали вот это вот два тополя. Ну, они как вот там деревья поспиливали, ветки и все. А сегодня у них по плану вроде бы вот это вот сносить. Здесь они ветки какие-то должны попилить. И вот эту ветку, которая мне прямо бьет в окно при сильном ветре, должны убрать. Ну и вот хочу я общий план снять вообще, как у нас. У нас по той стороне двора в основном каштаны. Такие большие каштаны. Но я смотрю, что они вот там вот уже начали делать спил нижних веток. Каштаны вроде так выглядят со стороны здоровыми. Но они находят, что где-то какие-то нездоровые стволы. По крайней мере, это уже смотрел специалист, дендролог. Вот, и определил этот специалист, какие деревья удалять, какие не удалять. Такая красота, такой зеленый сад. С той стороны дома все спилили. Все большие деревья спилили. Остались только новые годовалые деревья. И полная пустыня. В общем, такой вот у нас двор. Птички поют у меня тут на дереве. И в общем, не знаю, что тут останется у нас, как это будет выглядеть потом. И где будут эти птички петь. Вот эта вот машина стоит, на которой поднимается кран. И на верхнее уже на деревья поднимается и удаляет там, короче, ветки. Вот. Ну и вот за этим каштаном у нас стоит мусорные жбаны. Сейчас они у меня закрыты. Я не видно, только там краешек просто чуть-чуть видно. Вот там понакидали уже мебель какой-то, ветки. Ну, а если они это дерево уберут, конечно, тут все будет как на ладони. Все безобразие. Вот. В общем, зеленый сад наш удаляется. Росчерком пера чего-то. Конечно, у нас жильцы, которые живут здесь уже много лет, очень возмущены. До слез наши вот женщины уже три дня вчера все оплакивают. Вот эти наши деревья. Конечно, деревья эти существовали уже много лет. Ну, в общем, зданию 50 лет. Вот этим нашим двум зданиям 50 лет как раз в этом году. И деревья тоже высадили тогда, когда здание вот это вот построили. Зеленые насаждения вот тут такие красивые сделали. И вот теперь пришло время им исчезать. Хотя они хранят память нашей молодости. Мы тут по многу лет уже живем. Я с 20 лет живу. В общем-то, наша юность тут прошла под этими деревьями. Свидетели нашей жизни. Наша эпоха уходит, как говорится. Ой, ну все, будем наблюдать, что тут будет дальше. Посмотрим позже. Вышла я, девочки, посмотреть. Вышла во двор. Что у нас тут делается? Так, машина отъезжала там на аварию. Сейчас опять вернулась. Вот они когда были утром, там не было машины. И вот эта уехала, что тут была. Теперь там вот какая-то вот Вольва стоит. Чья-то машина стоит. Вот они не могут сейчас рубить деревья, пилить, пока стоит вот эта чья-то машина. А вот эти два тополя, видите, вот они здесь посрезали нижние ветки и облагородили, нормально сделали. Вот смотрите, какой ствол тут, видите. Вот его собираются, это дерево убрать из-за того, что там ствол какой-то не такой. Так, и что-то там еще говорили ребята, что здесь тоже... Вот я смотрю, здесь одни каштаны. А, вот там вот тополь, да? Здесь одни каштаны стоят. Ну вот, я не знаю, может быть, какой-то из этих. Что-то тут, что-то тут говорили будут срезать. Не знаю. Не знаю, какой из этих деревьев. Ну вот они такие вот каштаны, я не знаю. Видите, без коры, тоже вроде как больное, что ли, дерево. Не поймешь. А вот тут у нас, кстати говоря, вот видите, пень сухой. Здесь у нас стояло дерево, и оно как-то рухнуло. И как раз машина тут стояла. Ну, машину вроде как не сильно там задело. Ну, на машину, в общем-то. Да, на самом деле. Вот этот вот тоже. Что-то, может быть, будут резать, а может быть и нет. Ну, видите, какую тень у нас создают вот эти вот высокие каштаны. Я здесь не вижу в этом ряду тополей. Тополя только вот два больших тополя. И все на той стороне. Ну, они там вот, я смотрю, во дворе пообрезали. Сегодня утром они же заехали. Пообрезали нижние ветки на каштанах. Сейчас посмотрю. Тут у нас под станцией. Вот валяются ветки. Вот на вот этих вот каштанчиках они пообрезали ветки. И уже сделали несколько деревьев. Ну, тут, наверное, то же самое сделают и все. А, ну и вот там. Вот этот тополь еще не трогали. Тоже вот такой высоченный тополь. Он выше пятиэтажного дома. Все наши тополя, которые удалили, все они очень высокие. Ну, может быть, они действительно аварийные. Я не знаю. Я в этом не разбираюсь, поэтому говорить не буду. Но тут его тоже пообрезают. Ветки какие-то сухие там или не знаю какие. В общем, поубирают. Так. Ну, что у нас? У нас в то начале недели машины на той стороне стояли, какие-то мешали. Теперь вот тут вот машину вот эту поставили, чья она неизвестна. Тоже они не могут начать из-за того, что стоит тут машина. А тут у нас пустыня. Все. Все большие деревья поубирали. Одно только осталось. Половина там убрали в ветку. Все. Небо как на ладони. Вот такое вот у нас сегодня небо. Чистое. Ну, хоть не жарко. 26 градусов. Всем доброе утро, девочки мои. Так, ребята приехали. И вот уже подобрались они наконец-то к моим утопам. Ну, что. Будем смотреть, что будет дальше. Вот, начиная снизу. Девочки, спилили эту ветку наконец-то. Я очень рада. Человек работает на уровне пятого этажа. Вот спилил вот эту ветку. И теперь у меня простор перед глазами. Класс. Небо видно. Ой, я рада и счастлива. Все. Сейчас сухие веточки еще попили. Будет классно. Теперь он на уровне крыши. Вообще. Почти под самой макушкой парень. Вот эта работа на верхотуре. Ой, а у меня так классно, девочки. Я прям смотрю, у меня такой пейзаж открылся. Ну, конечно, солнышко немножко посветит. Но я все равно жалюзи отпускаю, занавеску закрываю. В любом случае. Зато эта ветка не мешает. Открываются у меня тут просторы. Было бы видно дом, конечно, если бы не крону каких-то полей. Вот, ну ничего. Бо, работа. Работа так работала. Выше крыши. Девочки, смотрите, сразу вот прям подходишь к окну, сразу у меня видно небо. Я вспомнила, я вспомнила, когда давно, еще 33 года назад, когда въехала в эту квартиру. Вот этот тополь был низким. И вот это все небо, вот это все небо было моим. Я любила вот так вот и утром выглянуть в окно, посмотреть. Вот это тоже небо тополя. Все небо было моим. А вечером я смотрела тут на звезды, и такое небо казалось большим, и звезды, большими казалось, и звезд много. Ой, ну я рада, что у меня прям аж как-то дышать стало легче. Стало вот так вот, прямо классно. Так, ну а что наши мальчики делают дальше? Видите, мусорка теперь видна. Спилили, почти спилили уже вот этот вот каштан. И теперь будем бороться с мусоркой. На мусорку я писала, заявку оставляла, но ее пока не убирают. Ну, ладно. О, девочки, спилили там. Стояло, наверное, два или три каштана. Понад дорогой они их полностью спилили. Я думала, один только спилят. И, кажется, тут еще один каштанчик какой-то был. Или они там ветки какие-то подпилят, конечно, да? Стало светло тут просторно. Да уж, ну, видимо, плохие были деревья. Остальные, я смотрю, каштаны на месте все стоят. Там все на месте. Вот дела, что делается. Ну, посмотрим, как будет потом, когда здесь все это уберут. Будем смотреть дальше. Решила снять, девочки, закат. Смотрите, какая красота. Небо такое красивое. И вот там солнышко садится за горизонт. Не за горизонт еще, но за дом. И классно вообще. Температура 25 градусов. Вообще не жарко. Так классно. У меня окно нараспашку. Я кайфую. Немножко почистили двор, но еще не все вывезли. Там тоже немножко почистили. Тоже ветки еще лежат. Хочу еще завтра утром снять рассвет. Сегодня на звезды хочу полюбоваться вечером. Но звезды вряд ли будет вам видно. Не знаю, если будет что-то снять, сниму. Но я думаю, что не будет. Я теперь вижу горизонт и кайфую. Да, да, да. Я помню, раньше вот этих вот макушек не было. Это дерево вообще было низкое. Было мне видно вообще крыши домов, горизонт, дом. Вот это все, небо все. Вот этого дерева было. Все деревья были пониже. Ну, 33 года назад, конечно, были пониже. И с этим деревьем 50 лет. Тогда было всего-то 17. Ой, птички летают. Ой, кайфую я. Все, девочки, давайте утром увидимся. Доброе утро, девочки мои. Я только проснулась. Пять часов утра. Пять часов утра. А тут вовсю уже солнышко светит. Нет, вы посмотрите, какая красота. Я не могу. Я не могу. Вот все-таки ветка закрывала мне какую красоту. За это время, пока она тут у меня висела, я не видела даже вот у нас там ЖК Красного Аксая. ЖК Красный Аксай. Красивая. А вечером вчера выглянула, а там лампочки горят на зданиях, красненькие такие, красивые. Ну, не знаю, как-нибудь, может, сниму. Смотрите, какое небо красивое. Небо ясное. Свежий воздух. 20 градусов. У нас сегодня опять будет 32, по-моему, днем. Да, вообще, конечно, теперь можно только любоваться и любоваться. Сейчас покажу вам. Ой, красота, красота. Уже 7 часов утра, девочки. Я решила посмотреть, где птички. Кстати, очень много ласточек у нас летает. И, кстати, летают они низко. Хотя дождя у нас сегодня в Ростове быть не должно. Видите, какое небо. Ну, вот они тут кружат, кружат, пищат, пищат. Птички, да, сегодня птички были, чирикали они тут. Но не так, как раньше. Ну, видимо, деревья немножко... Они, наверное, немножко переместились. Деревья поредили. Сухие ветки все поубирали. В общем. Ой, не могу налюбоваться, честное слово. Я вот все утро то и дело подхожу к окну и выглядываю в окно. Не могу налюбоваться на пейзажик. Вот, мне интересно, сегодня Настюля ко мне придет, внучка. Мне интересна ее реакция. Что она скажет, когда выглянет в окно у меня. Ну, дождемся Настюлю, посмотрим. Так, вот Настюлька поднялась. Заходи. Заходи. Давай. Снимай сразу рюкзачок. Заходи и смотри, что ты увидишь. Что у меня изменилось. Ну-ка, заходи, заходи, заходи. Так, в интерьере ничего не изменилось. В окно глянь. Есть какие-то изменения? Да я знаю. Что тут было перед окном? В интерьере. А сейчас что ты видишь? Ничего. Давай, скидывай рюкзачок. Проходи к окошку. Иди смотри. Я правда, я знаю, что у вас. Ветка, я знаю, зачем она. Вот тут что было перед окном? Тут деревья с пухом было. Ветка такая была с пухом. Видишь, вон ее срезали. Видишь, пенечек торчит. Теперь видно сразу небо стало, да? Да. Сразу так открылся пейзаж. И в комнате стало светлее. Классно. Там сейчас машина приехала. Как раз убирают вот эти вот ветки. Там эти вот, что там набросано. Вот там деревья тоже, видишь, срезали. Которые понад дорогой, возле машины были. Там, наверное, два дерева было стояло. Вот. Так что теперь, видишь, вид открылся. Ветки этой нету. Я сначала, когда узнала, я думала, да, ну там, одно дерево, наверное, там срезают. А я такая проезжаю в детский сад, а там, а там, я даже квартиры не узнала. Я думаю, площадка, что ли, побольше стала. Ну, такая, я думаю, мне же говорили, что деревья отрубили. Я говорю, эти как-то, все, говорю, ой. Ты видела, все деревья снесли с той стороны. Ну, вот эти, которые уже подросли. Ну, огромные, да. Ну, их там все убрали. Ну, тут хоть оставили, конечно, что-то. Но самое главное, вот эта ветка, которая мне, помнишь, стучала в окно, когда сильный ветер был? Помнишь, я аж боялась. Вот, теперь ее нету. Из-за того, что ее нету, теперь сразу открылся пейзаж, сразу вид из окна. Еще вот этот порядок наведут во дворе, поубирают вот это все лишнее. И будет вообще красота. Ну, я вчера вечером так на небо любовалась, на звезды. Вот, закат смотрела, так хорошо. Я теперь вижу, он-то, да, матья большие. Зато теперь, когда будет салют, то уж мне за деревьями было не видно. А сейчас будет видно весь город на ладони вообще. Классно, да? Как-то на горе сообозрения. Ночь на ладони. Да. Ну, все, Настюлька, тебе есть что рассказать? Я, в общем-то, хочу видео уже закончить. Это у меня видео было как раз про деревья. Это вторая часть. Ты первую часть смотрела? Нет. Позавчера первую часть я выпустила. Ну, и вот вторую часть я тоже уже как бы про деревья, про ветки. Я, кстати, тут вот снимала. Тут такой кран большой, машина была с таким большим подъемным, ну, как кран или люлька такая, знаешь. И он поднимался вот сюда, вот здесь спиливал, выше, выше, выше. Аж туда он поднимался, прям выше крыши спиливал. Там сухие ветки такие, которые... А тебе страшно было? Я его прям снимала тут. Ну, посмотришь видео. Я не знаю, но он, наверное, не боится, ему, наверное, не страшно. Такая работа у человека, привычное, наверное, дело для него. Конечно. Есть люди, которые не боятся высоты, но я боюсь. Да, мы сейчас видели с папой оранжевую такую машину, КамАЗ, или что это, ехала? Ну, такая оранжевая машина, с вот таким вот, типа... С люлькой? Да, походу, да. Так, и она ехала, и, наверное, она пришла, чтобы там деревья складывать в свою люльку. Ну, в общем, ну, они еще много деревьев в нашем районе будут, в Александровке, там, спиливать. У них работа сейчас такая. Ну, не полностью, какие-то деревья, которые плохие, будут полностью удалять. У нас много деревьев. Вот, ну, там вот специалист есть, дендролог, который занимается деревьями, и он определяет, этот специалист, какие нужно где-то сухие ветки только убрать, а где-то нужно полностью удалять дерево, если оно гнилое, чтобы оно не упало и не разбило какие-то машины, или кому-то на голову, чтобы не упало. Понятно? Вот, ну, все, девочки, я, в общем-то, собираюсь видео закончить на этом. Мы скоро с Настюшей пойдем на тренировочку, а следующее видео я начну уже, да? Как обычно, буду снимать все, как обычно, все, что обычно. Всем пока-пока, и... Ну, все, девчата, со всеми прощаюсь, мы с Настюшей со всеми прощаемся. До следующего видео, в общем, продолжение, можно сказать, следует. Ну, про деревья я буду, я там, во влогах вставлять что-нибудь, если что-то будет интересное, новенькое. Ну, а на этом мы с вами все прощаемся. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok